Привет друзья! В этом видео я расскажу вам про свой донный монтаж, почему я использую большие крючки и количество двух, и весьма об одной не менее распространенной ошибке при ловле леща. В такую ситуацию попасть можете вы. Выдан монтаж паттернастер, он же петля гарлера. С одной лишь разницей. В оригинале один крючок, у меня два и большую по размеру. Во многих видеороликах, друзья, про леща я говорил, что на рыбалку, на филерную ходить надо не с одной насадкой, а хотя бы штук 5-6 иметь в наличии при себе, потому что лещ рыба избирательная. И сегодня она клюет на одну насадку, завтра будет клевать на другую. У меня были рыбалки, когда имея при себе 8 насадок на одну, сегодня клевала рыбка, завтра на этом же месте, на этой реке, она клевала совершенно на другую, то есть я про леща. А на третьей рыбалке, то есть я третий день подряд, на том же самом месте она клевала уже совершенно на третью насадку. Но в чем же плюс монтажа с двумя крючками и тем более больших размеров? Почему я именно использую его, а не какой-то другой? А теперь, друзья, давайте рассмотрим одну не менее интересную и весьма очень распространенную ошибку, когда вы пришли ловить на филер лещика, имея при себе 6-7, а то и можно даже 10 насадок, но у вас на монтаже стоит всего один крючок и крючок небольшого размера. Сейчас объясню про эту ошибку. Нацепили вы кукурузку на этот крючок, закинули, улетело, все, коснулось дна. Лещика в точке лова нема. Но вы же не знаете, на какую насадку сегодня на вашем водоеме будет клевать лещик. На горох, на кукурузу, на червяка, пары же перлов, ну, я сейчас перечислять не буду. Ну, в общем, улетела кукурузина туда. Лещика пока в точке лова нет. Вы сделали первый запрос. Подождали. Сделали. Второй запрос. Достали снасть и бросили. Лещик в точке лова появился. Лещика на кукурузку видит. Сейчас он ее собирается схватить, и вы бы увидели эту самую поклевочку лещевую. Но тут прилетает мелочевка. Мелкие рыбки, маленькие. В среднем за ними приходят кто? Правильно, хищники. Окунь, голавль, судак, карандаши. Он же щука. Маленькая. Я их называю карандашиками. Таких. Больше меньше килограмма карандашик. Ну и все. Начинается с ума твуха. Мелочь находится недалеко от лещика. Хищники за ними гоняются. Лещик в перепугу убегает. Вот. Так, мы сделали второй запрос. И он был на кукурузу. Опять ноль. Итак, друзья, мы сделали два запроса на кукурузу. Кручок у нас стоит небольшой. Там четверочка, пятерочка на кукурузу. Как мы понимаем теперь, лещик как будто бы сегодня и не клюет. Правда? То есть в первом случае лещика не был на первом забросе. На втором его распугали. Убежал. Вот. Ну что делал этот рыбак в этой ситуации? Он меняет на другую насадку. Переставляет. Допустим, на тот же самый горох, перловку, червяка, опарыша и закидывает. А лещик сегодня предпочитает кукурузу. Ну вот, закинул он монтаж с насадкой под названием горошек. Или та же сама перловка улетела. Все, точка лова приземлилась. Вот. Но лещик, этот горох, те же самые, допустим, макарошки, червяк лова, попарыша, сегодня на вашем водоеме в вашей точке лова игнорирует. Он эту насадку на крючке видит, но клевать не будет. Что делает рыбак дальше? Так, на кукурузку не клевал, на горох не клевал, цепляем дальше. Пошла перловка, червя, опарыш и все остальное. То есть, закинули, достали, поменяли, закинули, поменяли, достали, закинули. А теперь, друзья, как в этой ситуации поступаю я, когда на снасти, на поводке, стоит два крючка. На один крючок, допустим, я цепляю кукурузу и опарыша, на другой горох и те же самые макарошки. И закидываю. Давайте рассмотрим, как было в первом случае. Леща? Нет, точка лова. Не подошел еще. Ну и ладно. Не подошел, так не подошел. Делаем второй запрос с этой же комбинацией. На одном опарыш с кукурузкой, на другом горох и макарошки. Приземляется весь монтаж второй раз туда, со всеми этими насадками. То есть, теперь на дне лежит четыре насадки. Выбор у рыбы есть. На какую насадку сегодня он будет клевать. Это я в дальнейшем вскоре узнаю. Допустим, он сегодня берет на кукурузу и опарыша. Итак, поклевка. Достаем червя... 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 горох. Макарошки не тронуты, но попался он на кукурузу и опарыша. Так, теперь делаем второй по счету запрос, даже третий уже получается, с точно такой же комбинацией. А именно, на первом крючке опарыш кукуруза, на втором, допустим, горох и макарошки, или там червя, горох. К примеру, бах попадает на второй лещик. И опять же, на кукурузу и опарыша. Таким образом, я знаю, что сегодня на моей реке, в моей точке лова, рыба выбирает либо кукурузу, либо опарыша. То есть, две насадки. Одну из двух вычислить я делаю так. На один крючок я цепляю чисто одни опарыши, на другую чисто одни кукурузы. И забросываем. Потому что на бутерброд он взял, какая-то из двух насадок ему понравилась. То есть, сегодня он хочет эту насадочку кушать. И теперь он выдает себя, на какую насадочку он возьмет. Допустим, на того же самого опарыша, или, к примеру, на ту же самую кукурузу. И таким образом, я буду знать, что сегодня на моей реке, при тех или иных покойных условиях, в моей точке лова, лещ берет на кукурузу. Такую комбинацию можно повторить, там, четвертый, пятый, шестой раз. И лещ, который берет и любит ту насадку, будет ловиться и попадаться. В этом плюс двух крючков на поводке. А именно, за весьма короткий промежуток времени, мы узнаем, на какую насадку сегодня, на нашей реке и в нашей точке лова, если лещ пришел, будет он клевать и ловиться. Да, сэкономим на этом целую кучу времени. А теперь давайте про небольшие или маленькие крючки. Почему я их, в принципе-то, и не использую при ловле леща. Основной их, в принципе-то, недостаток. А теперь про размеры маленьких крючков. Допустим, поставили вы четверочку или пятерочку. Ну, много войдет на эту четверочку и пятерочку. Вот. Четверочку или пятерочку. Допустим, несколько червячков и опарика. Подвигаю две плотвички. Раз. Одна закончит червячка, другая закончит червячка. Бах. И все. На крючке остался один опарик. Кому этот опарик интересен? Лещу. Ну, у клейки может быть интересен, но никак не лещу. Лещу, наверное, точку побольше. Чтобы ручка у него большой, чтобы хапнул, а хапнул и попался. Поэтому, когда я использую большие крючки, на большой крючок можно всего-много нацепить. Даже если мелочевка прибежит и попытается это самая раздербанить, с большого крючка ей это все дело будет трудно уторшить. Добавок ко всему, большие крючки намного крепче. Потому что у леща небо очень твердое. Мелочевкой маленьким крючком можно не пробить. Ах да. Лещ. Для меня рыба лещ весом от килограмма и более. Вот, друзья, та самая информация, которой я хотел с вами поделиться. Почему я использую снасть, на которой стоят большие крючки и количество не один, а два. Потому что плюсов в этой снасти больше, чем минусов. Ну, понятное дело, чем больше на поводке крючков, тем больше вероятность зацепа. Ну, от этого никуда не денешься. Зацепок нет только в бассейне. А не в реке или, к примеру, в том же озере. Если будете ловить, допустим, как вы видите, карпика или карасика, зацепы есть везде. Кроме бассейна. И уже. Всем удачи, всем пока. Как-то так.